Однозначно мы говорим, что единственной защитой, надежной и эффективной против гриппа именно является вакцинация. А потому отказываться от прививок точно не стоит. В этом году 660 тысяч человек получат вакцинацию бесплатно. Это люди из групп риска, куда входят оренбуржцы старше 60 лет, беременные женщины, часто болеющие острыми респираторными заболеваниями, дети старше 6 месяцев и школьники, медицинские работники, работники сферы обслуживания, транспорта, преподаватели, призывники, страдающие заболеваниями почек, печени, болезнями эндокринной системы и системой кровообращения, дыхательной системы. Всем остальным жителям области о своем здоровье придется позаботиться самостоятельно. Тем более, что прививка стоит недорого – от 150 до 300 рублей. Призывают медики провести вакцинацию и на предприятиях области. Да, изначально на прививки придется потратиться, но выгода очевидна. Те руководители, которые понимают, что они вложат определенную сумму денег, но получат значительно больше эффект от того, что не будут болеть сотрудники, не будет необходимости выплачивать достаточно большие суммы по больничным листам, то здесь окупаемость никому не нужно доказывать. Защитившись от гриппа, можно избежать и серьезных осложнений. Ведь вирус АН1, по сути, открывает дорогу другим заболеваниям, в том числе и таким смертельно опасным, как пневмония. Организм излечивается от гриппа, то есть вирус потеряет свою актуальность, но вступает на авансцену бактерии, пневмокок, и развивается тяжелая вне больничной пневмонии, и она иногда, к сожалению, заканчивается печальной для пациента. Потому идеально было бы еще сделать прививку и от пневмонии. Стоит она дороже – от полутора тысяч рублей, но делать ее нужно один раз в жизни. Вакцины от гриппа и от пневмонии можно ставить в один день. Единственное условие – все должно быть под контролем врачей. Прививок в области достаточно, они разных производителей, но все, что продаются в аптеках, сертифицированы. Так что тянуть с вакцинацией не стоит. Оптимальное время – с сентября по декабрь. Привели сегодня медики и еще один серьезный довод для того, чтобы от прививок платных и бесплатных не отказываться. Когда грипп заканчивался осложнением пневмонии и летальным исходом, как правило, среди этих лиц не было лиц, которые были привиты. То есть те люди, которые прививались, как правило, не попадают в ту статистику лиц, которые, так скажем, погибли от пневмонии и от гриппа. Юрий Мишенин, Виктор Горшенев. Наше время.